всем привет и в этом видео я бы хотел показать как я переключаю вкладки раньше у меня были с этим проблемы я не совсем знал как их правильно переключать хотя я не претендую на правильность просто вот я нашел что данный способ довольно удобный вот и того что у меня получается при запуске у нас там стартует главное меню скажем так потом я его могу переключать пока что у меня они не заполнены но я могу переключать здесь показывается у меня подсветка что данное окно выбрано я думаю что это довольно удобный способ и нам не нужно вот допустим много картинок вот как же это дело во-первых у меня есть скажем пустой объект канвасы каждом в канвасе у меня есть разные канвасы то есть в пустом объекте здесь ничего не висит но вот здесь меня это все это канвасы одинаковые канвасы вот так почти одинаковое здесь миксит ладно окей итак первый канвас у меня отвечает за топ панел вот это верхняя менюшка вот и в ней есть horizontal layout group чтобы они равномерно ставились вместе с content size filter и здесь у меня выставлены такие параметры ну можно поиграться по настраивать по-своему дальше у каждой кнопки у нее есть помимо картинки есть кнопка то есть мы можем добавить элемент любому элементу элемент картинка и к любому элементу элемент кнопка вот далее здесь по выставлял цвета например когда у нас выбранная картинка у меня меняется такой цвет когда нажата над этой картинкой меняется такой цвет далее здесь конечно можно понастраивать как мы хотим сделать все даже можно поставить навигацию если но вам она не нужна потому что мы на мобильном устройстве будем играть но если не на мобильном то можно навигацию Вот, и что еще Можно поставить анимации То есть для каждой кнопки записать какую-то анимацию Ну, я думаю, это вы Тоже узнаете, это не так сложно Окей, дальше Для каждой кнопки у меня В onclick прописан В общем, метод Например, здесь метод Показать панель, главную панель Здесь метод показать Бизнес панель и так далее Вот, конечно, можно было по-другому Но я сделал так Дальше, давайте посмотрим На сам код Сам код у меня хранится в папке Screens А в папке game То есть не в папке В скрипте game Он отвечает как бы за запуск и основную Логику игры, хотя можно было разделить Но пока я так Записал, в общем В чем идея? Идея в том, чтобы у нас Была одна точка входа В игру, чтобы мы могли отслеживать Где у нас что запускается Конечно, у меня здесь не все идеально Но я стараюсь Например, здесь у меня Я подключаю Screens Screens это вот этот скрипт То есть game у нас запускает Все скрипты И инициализирует То есть все методы Старт должны быть только в game А в скринс, например, и в других У нас не должно быть метода старт Тогда у нас есть как бы Единая точка входа Но как же нам быть, если мы хотим Что-то поместить в метод start Вместо start мы будем использовать Init, например Либо как-то так И все, что я хочу в start я помещаю в init Но init у меня вызывается Вот здесь, вручную То есть я беру скринс И у скринс в методе start Нашей игры вызываю init Вот так получается, что start Есть только у нас в game Вот, окей Что же у нас в скринс? В скринс у нас ссылка на все канвасы Основные И дальше я, например, создаю из них лист Можно было сразу в лист поместить Но я подумал, что вручную Будет удобнее мне Дальше в init я создаю новый лист Да, то есть вы можете, например, забыть Можете просто здесь создать лист И дальше пытаться в лист что-то присвоить Оно не будет работать Вам нужно обязательно создать новый лист Вот, и дальше я помещаю канвасы В этот лист Но смотрите, в чем особенность Я помещаю не просто канвас А именно game object Потому что Я, кстати, не проверял на канвасах Может можно и канвас поместить сюда Но я помещаю game object То есть у нас будет включаться Не просто канвасы, а именно game object Вместе с канвасом совсем Вот, и в конце я запускаю главный экран Ну и здесь разные методы Которые мы вызывали через кнопки Например, показать главный экран Это выключить все остальные И показать главный То же самое для остальных А выключить все остальные Это перебрать наш лист И каждому из них указать Что мы их хотим выключить Я думаю, это довольно просто и понятно И в итоге у нас такая рабочая система Ее можно применять для различных таких игр Возможно, еще для чего-то В общем, я думаю, было полезно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому